Привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Дима, вы на канале «Последнее время». Сегодня у нас необычная тема. Вообще я не люблю говорить на эту тему, но Господь побуждает меня говорить об этом, поэтому извините, молчать я не могу, если кого-то обижу. Итак, вопрос сегодня мы затронем такой, и пусть каждый сегодня поразмыслит. Мы посмотрим практические примеры и поразмышляем над Словом Божьим немножко. Думаю, что сильно эту тему не затяну. И хочу вам донести суть, чтобы вы поразмыслили, друзья. Скажите мне, Иисус любил или убивал врагов своих? Такой простой вопрос, да? «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят». Любил или убивал? Если мы, как христиане, мы христиане, Иисус Христос живет в нас, Дух Святой живет в нас, мы, как христиане, убиваем своих врагов или любим и прощаем их? Просто вопрос. У меня сегодня еще вопрос будет к тем, кто каким-то образом причисляет себя или считает себя баптистом. Признаюсь, я сам хожу в евангельскую баптистскую церковь. Я люблю баптиста. Вы об этом знаете, я отвечаю. Многим мне задают вопрос, куда ты ходишь, в какую церковь, где ты принадлежишь и так далее. Я не скрываю, я не таюсь, мне действительно нравятся баптисты. Я хожу в евангельскую баптистскую церковь, те, которые называют себя баптистами. Я люблю баптистов. Я их люблю за то, что они стараются жить по Писанию и глубоко изучают Слово Божье, Библию. Не поймите меня неправильно. Здесь я не буду и не хочу ни на кого наезжать, на баптистов и ставить кого-либо в неловкое положение, потому что я сам хожу к баптистам. Но вот в последнее время у меня появилось много вопросов. Я не узнаю баптистов. У баптистов вообще есть чёткая позиция относительно участия христианина в политике? То есть, что я имею в виду? Может ли христианин участвовать во враждебной Богу политике и обниматься с властями мира сего, идя с ними в одной упряжке? Может ли христианин быть там? Был ли Иисус в политике? Обнимался ли он с Пилатом? Обнимался ли он с Иродом? Царствовал ли он там с ними заодно в Римской империи? Скажите мне, или апостолы, может быть, кто-то из них царствовал, или первые христиане участвовали в политике? Просто напишите мне, есть ли такие случаи в Библии. Мне интересно. И ещё один вопрос я хочу задать баптистам. Первый вопрос относительно политики. Должен ли баптист участвовать в политике? Ну не баптист, скажем так, христианин. Давайте скажем так, христианин, давайте не делить людей. Может ли христианин участвовать во враждебной Богу политике? В стихиях мира сего, да, с властями мира сего, обниматься, лобызаться. Второй вопрос — это относительно оружия, я хотел бы спросить, чтобы поставить точки над «и», да, мы же хотим разобраться. Может ли христианин брать в руки оружие и идти на войну? Вот у меня таких два простых вопроса, друзья, ответьте мне. Кто из баптистов мне может дать вразумительный ответ согласно учения и жизни Иисуса Христа, Его апостолов и первых христиан? Пожалуйста, под видео пишите комментарии по существу, то есть согласно Писанию, напишите мне. Мне тоже это интересно. Я тоже задаюсь этими вопросами. Потому что я, честно говоря, в замешательстве. Я не знаю, как мне быть теперь. Кто есть кто, так сказать. Как определить, кто христианин, а кто не христианин? Это же серьёзные фундаментальные вопросы, основополагающие вопросы в христианской вере. Если мы здесь не разберёмся, куда нам дальше идти. Это серьёзные вещи. Может быть, я не отрицаю, напишите мне, что вы думаете. Может быть, просто мнения баптистов здесь разделяются. Одни считают, что можно участвовать в политике, другие считают, что нельзя участвовать в политике. Одни считают, что можно брать в руки оружие, другие считают, что нельзя брать в руки оружие. Так а на основании Писания, давайте придём к общему знаменателю, на основании Нового Завета, на основании слов, учения Иисуса Христа и Его жизни, в святых апостолов и первых христиан давайте придем какому-то заключению и напишем строку в в каноне баптистской церкви скажем так чтобы поставить точки над и или мы принимаем всех давайте определимся мне это очень интересно хотел бы вам показать фото одного человека посмотрите пожалуйста на этого человека если вы не знаете кто это я вам скажу это геннадий махненко он говорит о себе что он покаялся в баптистской церкви он заявляет о себе что он христианин может я ошибаюсь может быть он просто выдает себя нам за того кем на самом деле не является как вы думаете согласно учению иисуса христа можно такого человека назвать христианином а ведь он заявляет о себе что он пастор и религиовед я не критикую его друзья у меня нет ненависти я люблю всех людей я пытаюсь просто понять я задаю вопросы мне интересно как христианину самому это понять эту суть я никого не хочу опорочить или унизить это не моё поймите меня правильно я пытаюсь заставить нас думать и задавать критические вопросы себе и окружающим нас друзья это очень важно не будьте как зомби только зомби не имеют критического мышления к сожалению таких как геннадий махненко сейчас очень много развелось в этом мире их будет становиться все больше и больше может мы сами виноваты в том что мы плоди плодим таких людей до и сам геннадий махненко получается нарисовал нам образ христианина каким должен быть христианин да вот таким оказывается вот он вот он христианин посмотрите разве он такой должен быть разве это образ христа или это искажение и скажите мне если вы не согласны хоть один из христиан его друзей обличал его за это очень сомневаюсь очень сомневаюсь а даже если и обличал он все равно никого не послушал правда хочу предложить вам еще одного человека посмотрите на фотографию этого человека это кто не знает александр турчинов украде украинский политический государственный деятель тоже считает себя христианином и пастором никакой бы то ни было а именно пастором баптистской церкви понимаете друзья если бы эти люди не заявляли о себе что они христиане я бы вообще о них здесь не говорил но так как они называются святым именем христа они публичные люди они занимают положение в обществе определенное то мой долг христианина испытать таких людей согласно писания верно и сам иисус сказал знаю твои дела знаю что ты не можешь сносить развратных что из и ты испытал тех которые называют себя апостолами они не таковы и нашел что они лжецы а оказывается недостаточно просто называться христианином не недостаточно просто называться апостолом нужно им быть по факту правда есть испытания лакмусовая бумажка как мы испытываем людей согласно писание согласно слов учения иисуса христа его жизнь эти люди в церкви испытывали тех кто называют себя апостолом а испытываем ли мы таких людей которые называют себя христианами или мы уже давно заснули своем христианстве нам абсолютно все равно кто называет себя христианина главное чтобы меня не трогали моя хата с краю ничего не знаю да ну господь же спросит в конце наших дней спросит и как мы ему будем глаза потом смотреть или нам важно просто услышать от человека кодовое имя термин ты кто я христианин о все этого достаточно вот сказали что ты христианин мне этого достаточно и вы закрываете глаза на все его преступления что он делает как живет а мне не важно по сути дела он же сказал я христианин правда конечно все это важно все это важно и каждый я думаю каждый который считает себя христианином в котором живет дух святой а дух святой кстати говоря прославляет не человека помните дух святой всегда прославляет только иисуса христа так и написано иисус что сказал о духе святом он когда придет он прославит кого меня иисус сказал о себе дух святой прославляет только Иисуса Христа. Поэтому любой дух, который прославляет какое-либо имя или какое-либо служение, разве может Дух Святой прославлять что-то или кого-то, кроме Иисуса Христа на этой земле? Это просто вопрос, согласно Писанию, друзья. Это серьёзные вещи. Нельзя закрывать глаза на эти фундаментальные истины. Дух Святой прославляет только Иисуса Христа и никого более. Запомните. Я молюсь, чтобы хотя бы некоторые из нас, кто посмотрит это видео, по крайней мере, задумались. Пока ещё не поздно. Ещё у меня один вопрос есть к баптистам. Я хожу к баптистам, поэтому я задаю вопрос к баптистам. Скажите мне, вы убиваете своих врагов или прощаете их? Просто вопрос. Вы можете ответить прямо и не лукавить? Скажите мне, Иисус прощал своих врагов или убивал их? Если Иисус прощал своих врагов, тогда скажите мне, что этот человек делает в баптистском союзе? Это просто вопрос. Окей? Неужели зря отцы наши в СССР и дедушки наши страдали в лагерях, в тюрьмах? Там не только баптисты были, там были разные люди из разных течений, из разных динаминаций, страдали, умирали в тюрьмах. Их убивали за веру евангельскую, чтобы сегодня мы поднимали оружие? Можно сказать, что где-то даже на основании наших дедов, нашей веры, которые страдали и умирали за веру в Иисуса Христа, «Мы сегодня имеем свободу вероисповедания в нашей стране, пока ещё свободу». Так скажите мне, как можно принимать этих людей за христиан и одобрять их жизни и поступки христианами? Просто подумайте на досуге. Это вам вопрос, домашнее задание. «Помните, что малая закваска квасит всё тесто». Если ты неверен в малом, то будешь и во многом неверен, слышишь? Мы дадим ответ перед Святым Богом. Придёт время за всё, придётся дать отчёт и ответ. Ты скажешь, я член церкви, я хожу в церковь. Мы что? Это неважно. Бог не это тебя спросит, когда ты придёшь к Нему на суд. А спросит тебя, жил ли ты в святости, в чистоте и стоял ли ты за истину евангельскую. Теперь у меня вопрос к вам по Писанию. Иисус пришёл губить души человеческие или спасать? Скажите мне. Иисус пришёл губить души человеческие или спасать? Помни, что беря в руки оружие и убивая своего врага, ты лишаешь человека права на покаяние. Разве наша брань против крови и плоти? Помните, что апостол Павел писал? Наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей тьмы век, и сего против духов злобы поднебесной. Так как ты можешь брать оружие в руки, если наша битва, христианская битва, духовная битва, она не против человека, не против крови и плоти? Разве Дух Святой может тебя побудить брать оружие, если Писание говорит, что наша война не против крови и плоти? Не то, что брать оружие, вообще идти на войну, идти в армию. Друг, это серьёзные вещи. Если ты поступаешь, зная Писание, поступаешь так, как ты хочешь поступать, ты идёшь против Христа и его учения. Разве Иисус не учил любить врагов своих? А как ты собираешься любить врагов своих с оружием в руках на войне? Как? Любить? Любить с винтовкой в руках, стреляя в головы противникам? Ты так будешь любить своих врагов? Скажи мне просто. Вы представляете Иисуса Христа в окопе, стреляющего в головы врагов? Такого Иисуса Христа ты веришь? Скажи мне, друг, разве Дух Святой будет тебя побуждать брать в руки оружие и идти на войну? Нет, это какой-то другой Дух тебя побуждает. Просто подумай. Просто подумай. Информация для размышления, друг. Я не навязываю своё мнение. Ты делай выводы сам, перед Богом, в сердце своём, на основании Писания. Разве мы не идём по следам Христа, страдая вместе с Ним, чтобы с Ним и прославиться, как написано, чтобы с Ним и царствовать? Подумай. Написано, что мы к тому призваны. Мы призваны к чему? Чтобы страдать. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, написано. Дабы мы шли по следам Его, след в след. Так ты христианин или антихристианин? И последнее, что я хочу сказать. Хочу вас предостеречь. Писание говорит, что «всякий, кто переступает учение Иисуса Христа, не имеет Бога». Это очень серьёзное предостережение. Это горькая правда. Правда жизни. Правда христианской жизни. Потому будь осторожен, кого ты принимаешь, с кем дружишь и как себя ведёшь. От этого зависит жизнь твоя и моя. «Всякий, переступающий учение Христово написано, и не пребывающий в нём не имеет Бога». Слышишь? Если ты переступаешь, ты скажешь, это я буду соблюдать, а это не буду соблюдать. Переступаешь. «В пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит этого учения, слышите, того не принимайте в дом даже, и не приветствуйте его». Представляете? Если ты видишь человека, который не поступает по истине евангельской, не поступает по Слову Божьему, а только на словах там ля-ля-ля-ля-ля, не принимайте такого даже в дом, не приветствуйте его. «Приветствую тебя, брат!» Написано «не приветствую», потому что, приветствуя его, ты участвуешь в злых делах его. Будь осторожен. Да сохранит нас Господь Иисус от зла в своих здравых и чистых словах. «Мир народу Божьему и спасение только во Христе Иисусе Господе нашему». Всё, что я хотел сказать, друзья, думаем, размышляем, молимся. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова